Субтитры сделал DimaTorzok Он работал со Зверевым, очень хорошо работал с Зайцевым, знает кучу звезд, обучался у Абызовой, работал с Винокуровым, но с ним произошла небольшая проблема, какая вы сейчас об этом узнаете. Но, если вы пришли в данный момент за гламуром, то лучше закройте это видео, это точно не для вас. Ангарские новости без цензуры. Меня зовут Александр, я в гостях у Ольги Швец, и надо рассказать свою историю. В конце 2010 года я собрался на повышение квалификации в Москву, приехал туда, отучил за два месяца. И, скажем так, мне повезло, и я попал на различные конкурсы, хорошо себя зарекомендовал среди звезд, таких как Зверев, наверное, и так далее, и же с ним, когда он еще работал вне эстрады. И думал, что у меня все хорошо будет развиваться, то есть к концу 2012 года у меня уже была квартира там, соответственно, я жил очень даже хорошо. И меня повезло. Нормально, нормально. И меня вдруг ни с того ни сего после посещения Третьяковской галереи посетил инсульт. Ну, я тогда еще этого не знал, так сказать, думал, что у меня отравление, лег, где-то неделю пролежал в постели, потому что надо было выходить на работу, но я не смог по причине очень сильной головной боли. Из Ангарска мне звонила очень часто Ольга Швецкая, которая поставила диагноз, сказала, что, наверное, у тебя инсультик, но тогда я этого не знал, и я и не поверил, если честно, потому что, когда, ну, сам думал, что у меня отравление, а когда уже таблетки перестали помогать, которые к тому времени, я решил сдаться врачам. Пошел в больницу, потому что звонок в скорую, мне сказали, хочешь, иди сам. Ну, я и пошел. Два раза упал, но дошел. Там врач сразу же вызвала скорую помощь, и меня отвезли в первую больницу, где хотели трепонировать. Но мой знакомый врач приехал после работы туда, на всех там наорал. И я таким образом попал в другую больницу, где мне уже поставили диагноз инсульт, причем инсульт кровоизлияния в головной мозг, причем глубоко в мозгу. Это ямка Можечка. Там меня прооперировали первый раз, потом где-то месяц-два я приходил в себя, потом меня разместили в Бурденко. После Бурденко было очень сильно, после первой операции, ну уже вторая операция. После второй операции в Бурденко мне пришлось ехать домой, потому что я себя плохо чувствовал. Я восстановился, и к сентябрю приехал опять в Москву, чтобы мне сделали, уже провели третью операцию. Третья операция прошла очень хорошо, я остался в Москве еще на один год, а после этого года вернулся домой, меня тут ожидал еще один инсульт. После Москвы я попал уже в Ангарскую больницу скорой медицинской помощи, где я был поражен. Ну и мои вот эти вот поражения Ангарскому, так сказать, гостеприимству были на начальном этапе, потому что я сначала поразился в БСМП, где, кстати, при мне погибло два человека. Потом это был ФТЭК города Ангарска, потом города Иркутска, потом это была областная больница города Иркутска, где меня шокировало, да меня шокировало все, включая пенсионный фонд города Ангарска, социальный фонд города Ангарска. Куда я обратился уже после того, чтобы уехать в Москву на следующую операцию в Бурденко. И мне потребовались какие-то деньги, потому что к тому моменту я уже был инвалидом, мне поставили инвалидность. В Москве мне дали, кстати, первую группу, а здесь ее сняли, дали вторую. Соответственно, с первой группы я здесь получал 11 тысяч, а после этого на второй мне пришла пенсия, после чего я поразился еще раз. То есть, моя пенсия составила 2 тысячи 70 рублей 2 копейки. Я подумал, то есть, многим это показал. В ФТЭКе для сравнения в Москве, для определения меня как инвалида и постановки на первую группу инвалидности, где-то понадобилось минут 20. Здесь же полтора месяца. Я был в шоке. Потом, естественно, переговорил со своей знакомой. Она говорит, что это фигня. Ей понадобилось на постановку определения, вернее, группы 16 лет. Я был в шоке. Думаю, ну куда уж мне со своими полутора месяцами. Ну вот, и с тех пор так и живу. С той пенсией, которую мне дают. Сейчас уже на Ангарск и Иркутск не, так сказать, опираюсь. После нескольких раз попыток связаться с бывшим губернатором, мне ничего не получилось. С нынешним губернатором мне ничего не получилось. Писал также в администрацию мэра ноль эмоций. Поэтому всё делаю сейчас через Москву. Помогает. Москва помогает реально. А эти бесполезно. Как говорится, БСМУ мучает. Бесполезно мучиться. Здесь я столкнулся с тем, что спасение утопающего – дело рука самого утопающего. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. То есть, будучи сейчас под 40 лет, я понимаю, что теперь лет, которые я провёл в инсультах, Будучи инвалидом второй группы Я скажу так Дорогие люди, которые меня увидят и услышат Вы можете забыть про все свои навыки Особенно если это касаемо рук Или ног Если вы должны передвигаться по своей работе Все это теряется Вас также теряют соответственно Те люди, на которых вы работали И скажем так Государство, на которое вы пахали Ходили в армию и платили налоги Соответственно скажут вам Вы плывайте сами Как я сказал раньше Дело утопающего Спасение утопающего Дело рук За самим утопающим Так что Но отчаиваться не надо Все у вас Так сказать В ваших руках В ваших головах Отзвучь пожалуйста Пенсию на данный момент На какую сумму ты должен проживать В этом городе месяц 5800 Путинские 700 рублей каких-то там тебе начислили? Нет Мне начислили сейчас путинских 1600 рублей плюс 700 рублей Ну соответственно 1300 получается То есть Ну к 10000 я естественно не получаю Денег То есть я стал Можно сказать Миллионером В этом городе То есть ничего Ни в чем себе не Если раньше В общественном транспорте Я платил за все За это За проезд За так сказать Проездной 25 рублей То сейчас 150 рублей Соответственно На мою пенсию Надо заплатить И ЖЭК За свет За газ За все остальное Плюс Медикаменты Которые выписывают На какую среднюю сумму Медикаментов Ты покупаешь Каждый месяц? Ну где-то 1300 То есть 5700 Плюс 1300 Где-то так Ну да Я 3000 И примерно 3 это на медикаменты Есть Есть один медикамент Который я К сожалению Название не помню Но его надо Пропивать Раз в год Но дело в том Что Одна упаковка Стоит 800 рублей Ну сейчас Наверное Больше Потому что Последний раз Я его употреблял Год назад А сейчас Но фишка в том Что И В нем Всего 8 таблеток В упаковке А пить А пить его Надо в течение Трех месяцев Каждый день То есть Посчитайте сами Это примерно 90 дней Но Каждая упаковка По 800 рублей В котором Находится 8 таблеток Посчитайте Сколько Это стоит То есть Я понимаю Что Если бы Не мои родители Которые Кстати Сейчас тоже На пенсии Я бы Бомжом И вот Маме Моей 65 лет Если Вдруг Что-то С ней Случится Я понимаю Что я Не выгребу И мне Придется Просить Милостыню В Москве Я бы Мог Примкнуть К бомжам В метро А здесь же Извините Метро нет То есть Мне придется Ну Мне даже Не придется Меня Просят Рассказать Как я работал Когда я приехал В Москву Я работал Я попал На высадку Свинокуровую Это Тренд Вижен Вэлла Не помню Какой год Но Доказательством Тому Может служить Одна Моя Знакомая Которая Встретила Меня Встретила Меня там И уехал Даша Смолина Ааа С командой Но она Тогда Ничего не Заняла А годом Позже Заняла Первое место А кто Фотал Дашу Смолину Что она Заняла Первое место Ольга Швец Поехали Дальше Однажды Я Припоминаю Возле Торгового Комплекса Возле Парка Сокольники По-моему Ленина Лена Делала Своё Шоу Там Мы с ней Познакомились Также Я познакомился С теми людьми Которых Раньше Видел Только По телевизору Например Это Кобзон И И И Другие Как Говорили Присовки И другие Официальные Лица И Другие Официальные Лица Это Факт То есть Там Мне Пришлось Так Сказать Поработать И Непосредственно С Лениной И С Кобзоном И С Другими Официальными Лицами Мне Это Понравилось Ну И Тем более Я Показал На что Способен Это Это Всем Понравилось И Далее Меня Приглашали Очень часто Очень много Вот На самом Деле Я Выходила Как-то Тогда Когда Все это Произошло Это же Под Новый год Произошло Я имею ввиду Инсульт У тебя Я тогда Выходила На разных Людей Которые В бьюти Сфере Не последнее Место Занимают Но Что-то Как-то Вот Они Вообще Не Прореагировали Тогда Совершенно Хотя Тогда Я Уже Увидела В этом Проблему Большую Достаточно То есть Получается Саша Сейчас Как бы Одно Рассказывает Я Вижу Совсем Другое Получается Что Те Люди Которые Работают Руками И У них Движения Доведены До Автоматизма Получив Так Случайно Такой Диагноз Они Теряют Полностью Все Свои Рабочие Навыки Вот В чем Вся Печаль И Тоска И Получается Что Эти Люди Они Совершенно Социально Не Защищены Вот В чем Проблема Проблема Такая Есть И Не надо Делать Вид Что Ее Нет И Не надо Делать Вид Что Люди Могут С такими Диагнозами Жить На Том Что Там На Три Они Должны Лекарств Покупать Это Касается Всех Вообще Кто Работает В Бьюти Индустрии И Не Надо Мне В ответ Там У У Друга Беда Проблема Всем Мир Ребята Тра Ля Ля И Мне В ответ Шлют Просто Смайлик Вот Просто Все Как бы Без Комментариев У нас В ОНУД Как бы Там Был Отклик Когда Девочкам По моему Из ОНУДНского Отелье Или Как то Так Вот Там По моему Был Отклик После Размещения Объявления А там Где По идее У нас Тусуются Визажисты В огромных Количествах И работники Бьюти Индустрии Я говорю Давайте Вот Вообще Разместим Что такая Проблема Смайлик В ответ Спасибо Ваня Спасибо За лояльность Шоп Так Это самое Дети Потом Помогали Смайликами Поэтому Вот так Вот Получается Что Да Получается Что Получая Свои Навыки Получается Что Вбухивая В обучение Бешеные Деньги Не дай бог С вами Что-то Случится Вы просто Сдохните Ребята И не потому Что это Вот именно Мастера В бьюти Сфере Только этому Подвержены А Потому Что У нас По-моему Вообще Никто Ни от чего Не застрахован Никто Ничем Не защищен Что Ну давайте Там Совсем Вот Ужмемся Да Представим Что Совсем Ничего Нет Это Минимум Самый Пятьсот Рублей Это Можно протянуть Три дня Ну вот И считайте У нас Получается Дней Тридцать Соответственно Десять По пятьсот Это просто В оглядку Просто Ты просто Ты берешь Что-то В магазине И оглядываешься То есть По минимуму Это пять тысяч Я тоже хочу Понять Почему у нас Продукты в Ангарске Дороже На двадцать процентов Чем в Иркутске Где выше Прожиточный Минимум Где больше Народа Где больше Всего У нас здесь Что вообще Я не знаю Не знаю Клондайк Какой-то Что ли Сибирский Что у нас Такие ценники Конские Я не понимаю Этого Я не понимаю Как люди Должны выживать Потому что Я Считаю себя Как бы Достаточно Молодым Представителем Гуманоидов Но У нас Это все Не за горами И даже Если меня сейчас Смотрят Двадцати Там Летние И даже Двадцати Пятилетние Девочки Как бы Ну поглядывают Блогеры Вот не надо Думать Что 25 Будет Всегда Потом Просто В один Прекрасный День Бабахнет 45 И не дай бог Вы визажисты И с вами Что-то Случится Вы будете Точно В таком Же Положении Случай Это видео Можете Что-нибудь Сказать Пожелать Нашим Новым Днем Днем Прекрасный Трень few Солен Можете Солен Трень Солен Солен 폰